Микс Ньюс И вот буквально сегодня господин Бондарс, ваш коллега по партии, руководитель бюджетно-финансовой комиссии Сейма, сказал, что он ожидает ожесточенные споры и он ожидает дискуссии в основном по гонорарам, отчислениям за авторские гонорары. Какое ваше мнение? Какая позиция в бюджете будет самая спорная, самая такая опасная? Я боюсь, что вопросов будет достаточно много, причем вопросов не только в отношениях, в различиях мнения между депутатами коалиции и оппозиции, но в том числе и внутри коалиции. Есть разные мнения или, по крайней мере, соображения по тому, как лучше внедрить вот эту реформу минимальной обязательной социального взноса или, скажем, реформы вот этих режимов низких налогов. То есть вот по этой теме, в том числе вопрос авторских гонораров будет являться достаточно чувствительным вопросом, но это далеко не единственный вопрос. Открыты дискуссии по поводу, скажем, уровня акцизного налога на табак, например, на табачные изделия. И тут есть предложение, которое я лично всецело поддерживаю, вот дополнительное поступление от такого разумного повышения акцизы направить на лечение онкологии. В силу того, что несмотря на огромный успех и, скажем, достижение того факта, что 183 миллиона дополнительно в новом году будут направлены на зарплаты медикам, все-таки на само лечение, как бы на дополнительно нужные средства в сфере медицины у нас фактически ничего нет. Соответственно, для того, чтобы, например, расширить круг компенсируемых медикаментов в сфере онкологии, мы должны где-то найти дополнительные источники средств. Ну вот как раз говоря про медицину, у нас на прошлой неделе в студии был независимый депутат Вячеслав Домбровский, теперь независимый. И он назвал бюджет 2021 года, он назвал бюджетом отчаяния. И, среди прочего, он сказал о том, что, чтобы найти деньги на медицину, в основном на зарплату медикам, то, по его выражению, правительство перетянуло одеяло и забрало часть денег у самоуправления. Мы знаем смену пропорций подоходного налога. Как вы к этому относитесь, что действительно самоуправление, они часть своих доходов отдадут государству, получается? Я, господин Домбровский, сознаю хорошо, и он, конечно, мастер на красочной метафоры, но так я не совсем согласен с оценкой бюджета. Я считаю, что бюджет содержит в себе, причем действительно в неочередных обстоятельствах, мы все-таки живем, это год пандемии, это год вируса, и ситуация на данный день в Латвии хуже, нежели она была в любой момент весной, когда мы были намного более напуганы, более законопослушны и так далее. Это еще другая тема, о которой стоит поговорить. В бюджете следующего года целый ряд очень важных моментов. Это выполнение обещаний и педагогам, как в школах, так и в вузах, так и обещаний медикам. Это больше, чем 200 миллионов дополнительно, 183 медикам, приблизительно 40, разным педагогам разных специальностей и так далее. Плюс почти 100 миллионов социальных и дополнительных денег на выполнение решений Конституционного суда по минимальным пенсиям, по минимальным уровню содержания, минималос и инакумс, и так далее. Тут целый ряд чисто таких мер, которые внесут поправки в социальную структуру нашего общества. Но это за счет самоуправления происходит. Нет, не обязательно самоуправления. Я его назвал только, что позиции на как минимум 300 миллионов евро, перераспределение ресурсов в адрес самоуправления напрямую через налоговую систему, это приблизительно, по-моему, 80 миллионов. Тут не все так. Я могу ошибиться в конкретной цифре, я не господин Пуц, я не господин Валдес Домбровский, с которыми цифрами живут, но пытаюсь. То есть, видите, самоуправлением будет так, что на следующий год целый ряд вопросов для самоуправления будут более позитивными, положительными, нежели в этом году. Будут намного более широкие возможности реализовать инвестиционные проекты. Будет подниматься вот этот так называемый потолок займа на самоуправление, будут направляться дополнительные деньги и на постройку детских садов, и на утепление, на транспортную инфраструктуру, на дороги и так далее, и приоритетные проекты. А зачем тогда вообще, если получается, что, по вашим словам, 5%? Это разные карманы, понимаете, нам необходимы дополнительные деньги для бюджетной базы, для финансирования медиков и педагогов в будущем. Это многоразовые деньги каждый год. Для этого необходимо было пересмотреть вот это распределение подоходного налога 75 на 25, а не 80-20, как было раньше. Я про проценты говорю. Видите, вот это распределение между бюджетным самоуправлением и правительством в прошлом были разные. То есть, это не что-то, что Моисей с горы снес вводе 70-20. Эти пропорции менялись исторически, они бывали разные. Это во-первых. Во-вторых, самоуправление в Латвии, по сравнению с самоуправлением в большинстве других развитых стран, с которыми мы себя сравниваем, ЕС, ОСР, кажется, в Латвии самоуправление получает достаточно большую часть налоговых поступлений, но в то же время они финансируют напрямую здравоохранение. Рассмотрим вот этот взнос 5% как взнос солидарности, участие в финансировании здравоохранения. А это система, которой пользуется каждый житель Латвии в каждом самоуправлении. Так что тут есть определенный элемент солидарности и равновесия. В любом случае самоуправления не будут, не потерпят убытки, мы считаем в итоге. То есть вот эти инвестиционные проекты, для которых мы нашли дополнительные средства, составят порядка 260 миллионов евро дополнительно. Это будет больше, чем потери по распределению налогов. А почему тогда Союз самоуправления так активно протестует против принятия такого бюджета и таких изменений? Ну как, во-первых, это хороший тон для Совета самоуправления, будет в некоторой позиции правительства, это раз. Во-вторых, все-таки инвестиционные деньги не то же самое, что регулярные поступления по распределению налогов. Тут, конечно, ну... То есть опасность все равно есть, получить меньше, чем планировалось? Я бы это не сказал, я бы это не назвал опасностью, я бы назвал, что структура дохода в самоуправлении объективно меняется, но изменения в самоуправлении ждут самые разные. Все-таки в следующем году, во-первых, выборы – это перераспределение политической власти, очень даже возможно, поскольку выборы будут происходить в новых границах, новых самоуправлений, новоды. То есть вместо 119 в 42, то есть выборы будут в 41, кроме Риги, это в будущем определенно будет меняться сама система внутренней организации самоуправлений. Так что я понимаю, что организация самоуправлений на данном этапе противится любым новым дополнительным изменениям. Это как бы нормально, это человеческая натура. Но диалог есть в любом случае, Минфин и правительство в целом, и особенно наш министр Юрий Спуц, министр регионального развития, в тесном общении с конкретными самоуправлениями, в том числе и с организацией самоуправлений для разрешения практических вопросов. А то, что уже политическая риторика – это политическая риторика, то есть всегда будет определенный элемент противостояния, диалектики и так далее. Переходя вот как раз самоуправлением и выбором в Ригу, от истребая пара, объединившись с прогрессивными, победили на этих выборах, 18 мест получили. При этом мы помним, что еще перед выборами в риторике возник небольшой такой разница между от истребой парой и прогрессивных. Это была реакция на дело о Крайбанке, потому что это затронуло господина Бондарса, и прогрессивные тогда достаточно ярко высказались, что они не считают правильным, что человек, который замешан в таком деле, он до сих пор является главой финансовой бюджетной комиссии. А то, если бы пар поддержал господина Бондарса, Бондарс до сих пор находится в этой комиссии, является ее председателем. Каково ваше мнение? Вы у нас еще давно не были по этому вопросу. Господин Бондарс является подозреваемым сейчас на данный момент, насколько я понимаю, в деле о Крайбанке. При этом он является главой финансовой бюджетной комиссии. Нет ли тут противоречий? Ну, я бы вас попросил все-таки очень осторожно с терминологией. Подозреваемые у нас бывают в уголовных делах. А если это дело не уголовное, то есть цивиллета, просто даже не скажу. Административное? Гражданское? Гражданское дело. В таких делах подозреваемых, по-моему, не бывает. Я, конечно, не юридический эксперт по-русски, но все-таки тут совершенно другого характера разбирательства. Это гражданское дело. Приношу свои извинения, господин Бондарс. Это очень важно, поскольку все-таки обвинять человека в уголовном преступлении, когда такого дела вообще нет, это серьезно. Соответственно, это разбирательство, оно имеет место. Наше объединение, партии, составляющие наше объединение, имели разные мнения по этому поводу. Партия, которую рукуажу я, это движение «За», одно из составляющих, за развитие «За». Наша партия выступила все-таки с мнением, что в такой ситуации для поддерживания репутации политики и так далее необходимо было. Мы бы считали, что господин Бондарсу стоило бы оставить пост руководителя комиссии по бюджету и финансам. Но общее наше решение, поскольку в нашем объединении мы решаем вопросы консенсусным подходом, то есть мы, скажем так, об этом мнении не имели общего мнения, соответственно, господин Бондарс остался на своем месте. При этом я все-таки считаю, что господин Бондарс со своими обязательствами на данном посту отлично справляется. И я надеюсь, что он разберется рано или поздно с этими судебными разбирательствами. Он лично считает, что он невиновен в том, в чем его обвиняют, что тут ненарочно, незлоумышленно они выдали кредит, который по итогам работы ликвидатора банка, то есть администратор не платил способности, не способен был вот эти деньги получить обратно по выданному кредиту. При этом доказательства того, что кредит был выдан незаконно, как бы нет. Ну вот, тут это такое тонкое дело, и, конечно, нам, политикам, следует всегда давать пример и ставить планку ценностей высоко, но при этом все-таки еще раз скажу, что я считаю, что господин Бондарс как профессионал по управлению финансовым бюджетом все-таки в комиссии действует хорошо. И последние два года при разработке вот этих и принятии в парламенте двух сложных бюджетов он справился отлично. Надеюсь, что то же самое произойдет и в этом случае. Относительно разных мнений с нашими коллегами в Рижской думе прогрессивными, я думаю, это надо принимать как должное, как данное. Как рабочий процесс. Как рабочий процесс в ситуации, когда прогрессированные не являются частью правительственной коалиции на национальном уровне. И то, что они будут критиковать этот бюджет, тоже следует ожидать. И то, что прозвучат мнения, что этот бюджет недостаточно социальный, недостаточно как бы следует модели северных стран и так далее. Это прозвучало, это будет звучать и так далее. Но я все-таки буду оспаривать и говорить о том, что мы создаем бюджет в ситуации COVID-19 при падающей экономике. При том, что поступления в бюджет сократились существенно. При этом мы будем тратить в следующем году больше денег, нежели поступит в госбюджет. То есть мы будем заходить в дефицит, будем занимать деньги. Но при этом я считаю, что деньги будут тратиться на очень важные приоритетные вещи. Опять-таки медики, педагоги, социальная защита, пенсионеры и так далее. То есть очень важный вопрос. Лидер объединения партий для развития ЗАДА, Даниэль Павлец, у нас в студии. Напомню, 67212-93,9 от звонки. Или пишите по WhatsApp у 2306191. Вот тоже отношения от если бы пары прогрессивных интересно получается. Потому, что когда для развития ЗАДА появилось на политическом каком-то фронте Латвии, объединение это воспринималось как самое либеральное или одно из самых либеральных. И вот такой, если так можно выразиться, левой направленности. И потом появились прогрессивные, которые вроде как еще более либеральные, если сравнивать две партии рядом. Вы согласны с такой оценкой? Нет, я поправлю все-таки вот эту оценку политического спектра. Мы за развитие ЗАДА являемся либеральным объединением партий. Партии, которые действительно являются либеральными партиями, без больших отклонений. Мы, я, движение ЗАДА более социально-либеральное, то есть у нас немножко более левый наклон по экономической политике. Но мы все целы как бы на одной странице, то есть единого мнения по вопросам, связанным с правами человека, с одинаковыми возможностями, да, так бы вот эти вопросы. И видите в европейском таком современном политическом раскладе вот эти либеральные ценности права человека, права разных, скажем, разных семей на защиту правительства. И такие подобные вопросы, прав человека, они являются общими для современных социальных демократов. Для той же самой группы ПЭС, в которой состоит Согласие. Для них тоже вот это является самой собой понимающейся вопросом. Это объясняет, почему часть фракции Согласия, например, голосует за либеральные инициативы, которые мы подаем в парламенте. Например, тот же самый закон о партнерстве в прошлом году. Это объясняет то, почему несколько депутатов Согласия, благодарю их, проголосовали за такую инициативу. Соответственно, прогрессивные, которые конкурируют с Согласием за реальное первенство в блоке социальных демократов, прогрессивные новые социальные демократы. То есть левые и зеленые. Вот как бы это их место в политическом спектре. Это современные европейские социальные демократы. И мы как бы, у нас с ними общее мнение по правам человека, вот в этой части либеральной тематики. А в чем разные? Самое главное наше, наверное, отличие, у нас даже нет отличия по зеленой теме. То есть мы настолько же, как и современные социальные демократы, направлены на вопросы климата. Вот это на климат-нейтральную экономику и так далее. Наш министр Юрий Спуца над этими вопросами, так же, как и мы в парламенте, работают впрямую. Пока те партии, которые вне парламента, об этом только говорят. То есть мы реально исполняем вот эти задачи. Ну а разница-то в чем? Главная разница, наверное, состоит все-таки вот в этой левости. То есть социальные демократы современно, они все-таки достаточно левые партии. Это перераспределение. Это в основном направление на вклад денег более в интересах, менее имущих. То есть наше объединение менее левым в этом отношении. А, ну вот я, собственно, про это спрашиваю. То есть прогрессивно они получаются в таком спектре, они еще более левые, они по сравнению с АТС-ТП пар, еще больше хотят давать деньги к малоимущим. Существенно, да. Мы, с другой стороны, стараемся держать такой сбалансированный подход для того, чтобы необходимости развития экономики, для того, чтобы способствование развитию бизнеса, среднего и малого бизнеса, но также и более крупного экспортирующего бизнеса, который создает основную массу рабочих мест и налогов в поступлении Латвии, для того, чтобы все-таки был баланс между интересами малоимущих и интересами бизнеса, который создает рабочие места и деньги. Но при этом, конечно, исторический курс, который в Латвии был, был неправильным. То есть исторический баланс был не в пользу малоимущих в Латвии. В этом, конечно, тут необходимы коррекции и поправки. И мы хотели бы определенно вот эти изменения в налоговой системе, которая в этом году планируется, все-таки еще более направить в направлении сокращения налогового бремя на людей с более низким уровнем дохода и соответствующие за счет все-таки более прогрессивной налоговой системы. То есть вы не опасаетесь, что прогрессивные, они набирают популярность, в том числе и благодаря объединению с вами на орешских выборах, что они часть ваших избирателей себе заберут? Ну, то, что вы заявили как факт, то есть набор популярности следует доказывать. Давайте тогда по фактам смотреть. Ну, по фактам, если мы смотрим на Рижскую думу, то 18 депутатов, из которых, если не ошибаюсь, 11 являются прогрессивными. 9. Два вы избраны из списка, но это активисты округов, то есть, ну, об камею. Но они шли от списка прогрессивных. Ну, условно, это внутренняя условная квота. Само определение того, как определились голоса внутри списка нашего общего, все-таки более определялось не как бы консенсом голосователя общей группы, да? Это скорее оценка Мартин Шестатис, который получил 26 тысяч, если не ошибаюсь, плюсов. Это общая оценка. А вот уже кто конкретно из списка был избран, было решено буквально разницей от там условно 7-8 до нескольких сот плюсов, минусов внутри как бы списка за счет того, с которого из депутатов была более активная группа поддержки внутри общего списка среди голосователей. То есть, это более такие микродинамики внутри списка. Я думаю, следует смотреть на те данные. Будем следить за опросами общественного мнения по оценке партии, если сейчас бы прошло голосование в СЕИМ. А вот такие данные у нас есть буквально в этом месяце. И тут наше объединение за развитие ЗАА выступило с отрывом как наиболее популярная политическая сила на национальном уровне. Да, сколько у вас, если не секрет, конечно. Ой, не дай бог, сейчас не вспомню. Но вы на первом месте с отрывом. Мы были на первом месте среди всех партий, в том числе, наконец, обогнали и Согласие, и Яуновенут, и всех остальных. Соответственно, это действительно оценка, в том числе и нашего успеха, общего успеха на выборах в Риге. Но что важно, для нас, для нашего объединения, действительно решающая оценка голосователей, избирателей, жителей Латвии. Это национальный уровень. В силу того, что сейчас у нас в следующем году в июне пройдут выборы в 41 самоуправлении, это совершенно другой мир, это другие вопросы и другая политическая реальность, нежели выборы в столице. Понятно, что и мы, и наши коллеги из общего списка более комфортно себя чувствуем в такой столичной, городской политике, такой урбанной политике, но при этом всё-таки для серьёзного представления в политике Латвии надо иметь тесную связь с местами, тесную связь с самоуправлением, с людьми, живущими в сёлах и в маленьких городах. И венца, даже не скажу, как это. Ну, домохозяйствах. Домохозяйствах, да. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Да, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вот, малоимущие, скажите, пожалуйста, а вам не кажется, что один раз нужно было бы сделать такой большой анализ, что это за контингент малоимущий? Мы же адресно знаем, что очень много, которые официально работают на минимальные зарплаты, не платят налоги, потом им пенсии нет, вот они малоимущие. То есть это всё в порядке и будем им помогать. А те, которые работают на нескольких работах официально, всё платят налоги, вы ещё хотите обложить прогрессивным налогом, чтобы помогать фактически нарушителям закона. Спасибо. 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 Да, я отлично понимаю, о чём дам говорит. И мы затронули только одну часть изменений относительно следующего года. Другая часть, которая самая, как мы уже общались, чувствительная, это изменения относительно налогов, так называемых мазну, дуаклю режиме или вот этих режимах пониженного налоговложения. Действительно, так как было сейчас сказано, у нас практически такая ситуация в Латвии, что у нас на неполный миллион экономически активных работающих людей, две трети условно работают в полном налоговом режиме и платят все налоги, в том числе и социальные взносы в полном объёме, они как раз и уплачивают основу социального бюджета Латвийской Республики, из которого выплачиваете разные пособия, в том числе пенсии и так далее. Приблизительно треть, это 273 тысячи, если не ошибаюсь, как раз те люди, о которых сейчас говорилось, это люди, которые не уплачивают социальный взнос даже с минимальной зарплаты. Тут два типа людей. Это люди очень бедные, то есть три типа. Люди очень бедные, действительно, которые не способны найти работу, в которой им платили хотя бы минимальную зарплату. Это люди, которые состоят в этих уменьшенных налоговых режимах, микроналог, патентные взносы и так далее, и гонорары авторские. И третья группа – это те, которые попросту в серой экономике, в тени, частично или полностью, которые реально скрывают свою экономическую деятельность и не платят налоги. На следующий год у нас самая противоречивая часть наших предложений, общих как коалиции, это предложение Минфина, по изменениям этой системы и внедрению минимального социального взноса. Это действительно будет решать ту проблему, которую буквально только что женщина говорила. То есть, что все работающие, кроме тех, которые действительно социально малоимущие, которые нуждаются в социальной помощи, поскольку не могут собрать даже минимальную зарплату, значит, чтобы все, кроме них, были обязаны платить хотя бы минимальный взнос, социальный взнос от минимальной зарплаты, то есть от 500 евро, приблизительно 170 евро социального взноса в месяц. И, соответственно, будет проводиться вот эта реформа этих режимов более низкого налогоблажения и переводиться на две основные модели, то есть оборотный налог и вот этот формат самоплошного дробината режима, то есть самозанятые. То есть это сложная тема, к сожалению, вот эти поправки в законы, они достаточно детальные, они на данном этапе недостаточно понятны, недостаточно объяснены, очень много вопросов как у депутатов, так и у людей, кого эти поправки будут касаться, и над этим мы еще будем, над улучшением как бы вот этих изменений мы еще будем продолжать работать. Напомним, что у нас в студии Даниэль Павлец, лидер Объединения партии для развития ЗА. Один из законопроектов, который тоже недавно достаточно громко прошелся в СМИ, это запрет георгиевских ленточек, как символа советской оккупации, и ваше объединение голосовало против этого запрета. Почему вы приняли такое решение, и не ухудшило ли это какие-то отношения в коалиции? Ну, во-первых, мы как либералы, как истинные либералы, считаем, что запреты в большинстве случаев не являются хорошим подходом для решения любых проблем. Тот же самый пример с масками. Мы носим или не носим маски. И здесь, видите, и наш министр здравоохранения Илз Винкела, и вчера ясно заметила, что она не сторонник штрафов и таких мер насильственных, но все-таки есть ли нет другого варианта. И для того, чтобы предотвратить распространение инфекции вот этого вируса, для того, чтобы сохранить школы открытыми и рабочие места открытыми, если мы вынуждены штрафовать людей, которые осознанно не носят маски в публичных местах, где невозможно удерживать дистанцию, то, к сожалению, так мы вынуждены выступать. Относительно георгиевских лент – это совершенно другая история. Я считаю, что вопрос георгиевских лент был поднят национально-консервативными политиками с одной простой целью – это продолжение политики раскола латвийского общества и выставление лживых, ненастоящих проблем на общее обсуждение. Если посмотреть по факту, то и по нашим оценкам, и по оценкам служб государственной безопасности, использование этих лент в публичных мероприятиях сократилось. С тех пор особенно на это повлияло в своё время оккупация Крыма. То есть это не является каким-то таким огромным проблемным вопросом раскола латвийского общества. Соответственно, мы не видим необходимость какими-то крайними мерами с этим бороться. Это не является символами нацистской Германии или символами СССР официальных. Это даже не совсем понятно, как такую меру можно было бы внедрить. То есть какой конкретно оттенок оранжевого или какая ширина лент была бы соответствующей для того, чтобы, скажем, полиция или муниципальная полиция штрафовала людей. И что делать в том случае, если вот эта лента подвешена на зеркале машины, то есть недоступна. Но как бы мы посчитали, что нет необходимости решать проблему, которая по-нашему не существует, обсуждение которой продолжает вот эту политику раскола, этнического раскола латвийской политической среды. Наша задача, мы видим задачи нашего политической силы, как сплочение латвийского общества вокруг вопросов, которые важны для нашего развития, для нашего общества в будущем. Ну и как нацобъединение отреагировало на это? Все-таки вроде как коалиция работать вместе, а тут такой раскол получается. Ну как? Они же знали, как мы выступим по этому вопросу. Это как бы часть затеи. То есть потерь нет. Если пройдет хорошо, не пройдет тоже хорошо. Можно будет нас обвинять в том, что мы там такие-то этакие и выступили на стороне согласия. Но это как бы стратегия без потерь. Ну и вам насколько вообще комфортно работать, когда коллеги по коалиции периодически... Ну смотрите, ну два дня твитов и работаем дальше. Ну что я могу вам сказать? То есть вы просто не обращаетесь на это внимания и продолжаете? Ну к сожалению, есть такие вопросы в такой разношерстной коалиции, состоящей из пяти партий, в которых мы единственные либералы. Одна партия центрическая, это Вену Атеиба, которая иногда выступает на стороне национально-консервативных ценностей, иногда современных европейских в целом. То есть поймите меня правильно, нам снова Вену Атеиба очень комфортно работать, хотя мы разные, но все-таки мы их отлично понимаем. Ну а остальные две партии, национально-консервативные, новые национально-консервативные и старые национально-консервативные партии, то есть НА и ЕКП, наоборот, то есть ЕКП и НА, как бы мы решаем вопросы вместе, связанные с хозяйственным развитием, с разными вопросами управления нашей страной, по вопросам идеологии у нас, конечно, не сходится, ни по национально-консервативным вопросам, которые не продвигают, по этническим вопросам, по вопросам либерального распорядка дня, то же самое, закон о партнерстве, или, помните, были очень разные мнения по тому, необходимо ли искоренить вот этот, то есть остановить действие статуса не граждан Латвии. Добились своего, было парламентское большинство того, что с начала прошлого года новых... Новорожденных не граждан Латвии уже больше не будет. Но я считаю, это большой прогресс, и это не могло бы произойти, если бы наша политическая сила не вышла на политическую сцену Латвии. И такое, простите меня за радио, за такую, может быть, небольшую подковырку, но мне, правда, очень интересно, министр обороны Артес Пабрикс, это член вашей партии, можно ли считать, что это его мнение тоже, что георгиевские ленточки не надо запрещать, или это разница? Потому что мы, как господин Пабрикс, никак не можем к себе в гости дозваться, я хоть через вас спрошу. Я не имею, как бы, мандата говорить за него. Господин Пабрикс, член нашего объединения, он, как бы, как министр обороны от нашего объединения, конечно, выступает, как политик нашего общего дела. При этом совершенно нормально, что в каких-то ситуациях, в каких-то вопросах у нас есть, как бы, такие нюансивные различия мнений. Это нормально. Ну, как было по господину Бондарсу, так и... Это нормально, мы эти вопросы в основном стараемся решать внутри нашей политической силы. И если даже иногда это выходит наружу, то это, опять-таки, достаточно открыто, демократично. И главное, это должно быть цивилизованно. То есть мы имеем возможность иметь разные мнения, но при этом, если посмотреть, как мы, наша фракция, голосует в парламенте, то вы увидите, что в большинстве случаев мы более организованы, нежели наш консервативный партнер. Да, у вас в этом плане, как раз говоря про расковнутри партии, вы охарактеризовали всех коллег по коалиции, кроме КПВ, ЛВ. Понятно, что у них сейчас не самые простые времена внутри партии, но как сотрудничать с теми, кто остались? Куда бы вы их отнесли на политическом спектре? Это не совсем ясный вопрос. КПВ, ЛВ – это организация, которая за последние два года, с тех пор, как мы начали работать вместе в парламенте, прошла очень такой динамичный процесс изменений. И там те люди, которые, очевидно, были, как бы не вписывались в общую картину организации, дисциплины какой-то общей, какой-то коллегиальности, вот эти люди отпали. Тут как бы все ясно, называть именем не буду, каждый сам может найти, нечего рекламировать. Те люди, которые остались как бы вот этим ядром КПВ в парламенте, мы с ними отлично сотрудничаем по разным вопросам. Иногда, конечно, бывают отдельные мнения по каким-то вопросам, бывают, скажем, предложения по той же самой налоговой системе, которые выходят за рамки общего мнения коалиции, но мы справляемся, мы справляемся с этими ситуациями, и, конечно, в интересных интересах коалиции, в интересах, я бы сказал, латвийско-политической ситуации, то, чтобы КПВЛВ и под руководством господина Загатыстовса или его команда, чтобы вот эта организация стабилизировалась. Напомню, что у нас Даниэль Павлец в студии. Давайте мы еще один звонок примем. Да, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вот главное все-таки, финансы, бюджет, вот Бондарса вы упомянули от вашей партии, председательной комиссии, и вот звонила женщина, значит, с прогосударственной, с праватной позиции, что нерациональное использование денег, значит, нецелевое, но это с одной, с одного полюса, а с другого полюса, вот сейчас из последних перлов, не можем купить поезда, не подняв налог на старые машины. Ну, бред, запредельный, но выступают люди там, значит, то есть все равно его протолкнут рано или поздно. И вот, значит, с противоположного полюса, значит, деньги, вот вы сейчас упомянули, что будет дефицит бюджета, потому что коронавирус, но на коронавирус от Европы получили миллиарды, которые люди не очень получили по профессиональной направленности. Получается, опять как-то непонятно, деньги добавились, называли «золотой дождь», но денег нет. И вот с другого полюса вот эти повышения, вот залпы этой, если упоминалось, ну, как пример, то есть необоснованно с другой стороны полюса, то есть на неправильных, значит, малоимущих, не те деньги мы даем, с другой стороны полюса не в 10 раз, а в сотни раз больше идет нецелевое распределение денег вот по чиновничеству, по всем остальным. Спасибо, извините, что я вас прерывал, просто времени не так много, вопрос в целом понятен. Действительно, Европа дала достаточно много денег, правда, так понимаю, что эти 4 миллиарда, они на какой-то период, это не единоразовая выплата, но тем не менее, да, что же получается? С одной стороны, вроде мы получаем деньги, с другой стороны, вот налоги собираемся повышать какие-то. Ну, тут многое, что прозвучало. Я, конечно, я хотел бы просить по возможности сложные вопросы не стараться понимать как бы вот в двуполюсном плане, да, то есть, там одна крайность, другая крайность. Это простая конструкция мыслей, но иногда бывает не соответствует реальности. Вот то, что я хочу отреагировать на главное, то есть, относительно вот этого противоречия условного, как бы, ну, счетома, да, то есть… Кажущегося… Кажущегося противоречия между бюджетом и европейскими деньгами. Вот поймите, я постараюсь объяснить в сравнении с личным бюджетом семьи, условно, да. У нас есть регулярный доход, да, вот, допустим, от зарплаты, или от того, что мы сдали в аренду, там, квартиру лишнюю. То есть, с этим мы считаемся, это у нас каждый год такой доход есть от зарплаты, там, от продажи овощей и так далее, да. То есть, наши регулярные доходы, мы знаем, что это мы можем тратить на те вещи, которые, опять-таки, у нас регулярно, на школу, на одежду, на еду, на квартиру и так далее. Но у нас же есть в том числе и, скажем, большие проекты. Вот, например, надо там сделать ремонт или построить дом или еще что-то подобное сделать. Это необходимо. На это мы идем в банк, в этом случае условно, Евросоюз, который нам дает большие деньги, но на условиях. И никакой банк ипотечный кредит не даст вам тратить на повседневные затраты, на, там, за детский сад платить, за еду, за одежду и так далее. Вот вам главное различие. Тот дефицит, о котором я говорю, это регулярный, так называемый базовый бюджет. Зарплата упала. Из которого платят зарплаты как докторам, педагогам, чиновникам те же самые, и пожарникам и так далее, все подобное. На эти деньги мы платим за здравоохранение в целом и за все остальные большие наши затраты. Из этих денег мы платим социальные пособия и пенсии, социальной части бюджета. А вот европейские деньги, они в первую очередь, вот эти дополнительные деньги из кризисных фондов, так называемые РРФ и все остальное, поступают в основном на одноразовые инвестиционные проекты. И тут эти деньги перемешивать обычно нельзя. То есть мы не можем тратить инвестиционные деньги на то, чтобы платить один год медикам. А что мы будем делать через год? Откуда мы будем потом это дополнять? Соответственно, это все-таки держится отдельно. И дефицит у нас образуется в той части, которая связана с базовым финансированием. Соответственно, тут противоречия, собственно, нет. Это два условно разных типа денег, и соответственно, у них разное использование, разные цели. Не так много времени у нас, к сожалению, не остается. Еще хотелось бы несколько вопросов затронуть. В частности, может быть, более внешней политики. Беларусь, пожалуй, такая самая яркая для нас внешнеполитическое событие, потому что вот совсем рядом вы поддерживаете такую же жесткую, даже можно сказать, позицию Латвии по отношению к Беларуси. То есть там санкционный список, непризнание президентом, отказ от того, чтобы проводить чемпионат мира по хоккею и так далее. И при этом прием всех предпринимателей, которые хотят к нам приехать, ну, после проверок, разумеется. Вот такая у нас позиция, она очень четко определена. Вот как вы к этому относитесь? Я не только отношусь положительно, я являюсь соавтором части из этих названных вами позиций. Наше объединение четко выступило за те декларации, с которыми выступил парламент Латвии, САЭМа, относительно и санкционных списков, и непризнания президентских выборов, соответствующих международным стандартам, в том числе законодательства самой Беларуси. Также я лично активно участвовал в привлечении белорусских предприятий, тех, которые пресекаются режимом, санкционируются режимом и так далее. Я поддерживаю активно их привлечение для того, чтобы продолжать действия здесь, в Латвии, для перемещения их работников, более ценных, то есть тех, которых они считают нужным, это их решение и так далее. Так что я действительно считаю, что это наше моральное обязательство, нас как соседей России, извините, Беларуси, как соседей, как европейских таких партнеров, заинтересованных в развитии, демократическом развитии, в законоправном развитии Беларуси, я считаю, это наш долг выступать с теми мерами, которые помогают, с теми, которые показывают солидарность, но при этом, скажем, проходя вот такую грань, не вмешательство во внутренние дела самой Беларуси. То есть вопрос политического регулирования кризиса в Беларуси, это надо решить самому беларусскому обществу в рамках тех законов, тех процессов, тех инструментов, которые доступны. То есть тут не идет речь о том, что мы имеем право вмешиваться в политические процессы самой Беларуси. Тут вопрос того, как будет проходить вот эта передача власти, поскольку я считаю, что все-таки вот эта конвульсия и режимы Лукашенко, они должны разрешиться чем-то, во-первых, законным, во-вторых, чем-то приемлемым для общества в целом Беларуси. Как вы тогда относитесь к тому, что еще буквально весной господин Каринч, там целая делегация была, приезжали в гости к Лукашенко, обменивались там подарками, договаривались о каких-то новых отношениях, и вот в августе проходят выборы, начинаются протесты, и Латвия меняет свою позицию. Неужто еще весной не было понятно, что, мягко говоря, все эти годы Александр Григорьевич не самым законным образом держался у власти? Условно говоря, если бы не начались протесты, была бы позиция Латвии настолько жесткой. Ну, опять-таки, я буду ссылаться на ситуацию, как ее расценивают сами белорусы. Соответственно, оценка ситуации, как несоответствующей законам Беларуси, как выборы, которые не соответствуют правилам, которые попросту были украдены, это мнение самой белорусской общественности. То, что Беларусь является страной, в которой не все в порядке относительно прав человека, относительно правовой системы и так далее, это было достаточно наглядно, я согласен с вами, но при этом все-таки это не было таких серьезных поводов считать, что, допустим, президент Лукашенко был избран нелегитимно. После вот этих выборов в августе ситуация в корне поменялась. В корне поменялось отношение самого гражданского общества Беларуси. Эти выборы не признаются большой частью белорусской общественности. И по итогам мы видим, каким образом, второй фактор, это то, каким образом власть реагирует на протесты после выборов. То есть это нарушение законов Беларуси, это грубое нарушение прав человека, это террор против жителей Беларуси, которые выступают с мирными протестами. И вы должны признать, что протесты проходили в течение вот этих двух месяцев в Беларуси удивительно цивилизованно. До сих пор проходят. С уважением к частному личному, то есть приватой, по шуму, без насилия. Без сованных витрин. Без насилия со стороны гражданского общества, протестующих. А вот реакция силовых структур, наоборот, была и продолжает быть чрезвычайно жестокой. У нас бесконечное количество сведений о том, что против жителей проводится террор против средств массовой информации, люди держатся заключением нечеловеческих обстоятельств, там имеет место спидзинашена, пытки, насилие разного вида. Мы же, как Латвия, мы даем убежище людям, которые бегут из Беларуси, мы помогаем лечить людей, которых избивали силовые структуры и пытали Беларусь. То есть это совершенно неприемлемая ситуация. Так что те меры, о которых у меня спросили, то есть санкционные списки, непризнание выборов и так далее, это тот минимум, который мы можем сделать, как цивилизованная страна, соседняя страна Беларуси, для того, чтобы влиять на режим извне, давать ясную оценку этой ситуации и поддерживать белорусское общество в стараниях все-таки законным путем легитимно сменить власть в Беларуси. У нас совсем мало времени остается, но, пожалуй, один вопрос, если можно очень кратко на него ответить. Партнерские отношения, тоже была большая тема совсем недавно. Она продолжается. У меня вопрос такой, я все пытался этот ответ получить у многих юридических консультантов, они никак не могут дать мне ответ. Понятное дело, что это партнерские отношения будут большим подспорьем для однополых пар, для гетеросексуальных пар, которые просто не хотят вступать в брак. Насколько эти партнерские отношения действительно нужны, если они не хотят этой защиты от государства, то получается, что это как бы брак, но не брак. Или я неправильно понимаю его особенности? В обсуждении этого вопроса в конституционном суде, которое началось буквально две недели назад, по похожему вопросу, обсуждалось следующее явление – социальная реальность. Социальная реальность Латвийской Республики, так же, как и в большой части остального мира, такая, что люди действительно по факту выбирают разные формы сожития, партнерства, которые исходят за рамки традиционного брака. Мы, как правительство, как государство, на данном этапе, по нашему законодательству дискриминируем все другие формы партнерства, независимо от того, это люди однополые, неоднополые, традиционные или нетрадиционные, с детьми или без, старые или молодые, всех. Тут, например, для того, чтобы в общем домохозяйстве жить людям, не состоящим в формальном браке, это им стоит дороже, сложнее. Там самые разные проблемы с посещением любимых в реанимации и так далее, в контексте COVID, например. Так что тут целый ряд проблем дискриминационного характера. Ситуация, и тут консервативно говорят, а пусть они и поженятся. Ну вот вся проблема. То есть мы, как правительство, давим людей жениться. А почему? А есть ли это люди пожилого возраста? А чем тогда будут? Или есть ли это, скажем условно, люди, которые живут в общем домохозяйстве, но у них как бы нет вот этих предпосылок для формального брака? Зачем нам, как правительству, выставлять брак как единственную форму, приемлемую, а все остальные мы дискриминируем? То, что вы спросили относительно однополых браков, тут еще другой уровень дискриминации. Да, конечно. Только по нашим законам, по нашей конституции даже брак не разрешен. Видите, а брак-то у них разрешен в других европейских странах. И что происходит, когда они выходят из самолета, из Стокгольма, прилетают сюда, это раньше было, когда летали самолеты. Выходят, и тут вдруг они не брак у них, нету, да? То есть, ну, я думаю, этот вопрос скоро разрешится. К сожалению, он может разрешиться, скорее всего, не силами нашего парламента, а силами судебной системы. То есть, решением европейского суда, которые просто станут обязательными для нас. Вот вам вся социальная реальность. Спасибо большое. На этой ноте мы закончим. Даниил Павлец был у нас в студии, Артем Липин провел программу «Разворот», Евгений Копеин за звукорежиссерским пультом. Спасибо, что слушали.